Приветствую вас, не буду скрывать, я хотел задать вам тот же вопрос, что, в принципе, задали уже мои коллеги до того, как на ваш вопрос ответил я. Вот, хотел вам задать тот же вопрос, но раз коллеги задали, то вам вопрос-то, наверное, уже смысла его задавать не имеет, потому что, ну, все-таки, три раза задавать один и тот же вопрос под разными углами, это как-то совсем. Вот, поэтому, давайте мы будем исходить из того, что вы написали. Летом вас, вас поцеловал, значит, парень, вот, но у вас с ним ничего не получилось, с тем парнем, который вас поцеловал, и, соответственно, вы любите своего другого парня, вот. Вот, а тот парень вас больше не интересил. Вот, теперь вы испытываете чувство вины перед всем парнем, значит, которого вы любите, и которому вы сейчас, за то, что вас летом поцеловал тот парень. Значит, значит, здесь есть два основных аспекта. Первый аспект касается того, что наблюдается противоречие. Значит, если вы любите своего парня, ну, вот, как, как вот вы говорите, да, что любите его, то, что заставило вас, значит, условно говоря, позволить тому другому парню вас поцеловать? Что заставило вас в эту смерть? Ведь не просто же так вы позволили парню себя поцеловать. Скорее всего, скорее всего, скорее всего, но это были некие какие-то, ну, причины, скорее всего, были какие-то основания для того, чтобы вы позволили этому парню себя поцеловать. Вот это первое, о чем вам стоит подумать, первое, о чем вам нужно будет поразмышлять. Далее, далее. Далее что-то заключается в следующем. Смотрите, вы говорите, что, ну, как бы понятно, что вы чувствуете, вы чувствуете свою вину, значит, перед парнем, да, вы чувствуете свою вину за то, что вот, ну, он вас поцеловал, а теперь не знаете, как вообще ему об этом рассказать. Вот, значит, смотрите, если есть проблема, проблема, которая заставила вас позволить другому мужчине вас поцеловать, то, во-первых, нужно, чтобы вы сразу поняли, что эта проблема, она вот так вот сама по себе, к сожалению, не уйдет. То есть, у вас, с вашим парнем, возможно, есть какие-то проблемы, и эти проблемы как раз таки мешают вам, ну, может быть, наслаждаться отношениями с вашим мужчиной, может быть, чувствовать себя счастливой с ним, или чувствовать себя, там, женщиной с ним полностью, то есть, как бы, ну, полноценно, да, вот, то есть, причин довольно, может быть, много, но вы постарайтесь обязательно подумать над тем, почему вы подумали это сделать, как и что вас на это подвигло. Обычно это все-таки момент, ну, такой, достаточно важный, на мой взгляд. Вот. Далее, 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 заключается в следующем. Значит, вы не знаете, как мужчине сказать, вас гложет чувство вины, соответственно, вы хотите это сделать, а вы снова чувствуете, что им обманываете, вот, вот, в этом случае, вы можете сказать ему правду, что, вот, вас поцеловал другой мужчина, просто взял и поцеловал. То есть, вы не то, чтобы очень сильно этого хотели, вы этого вообще не хотели, чтобы он вас поцеловал, но он вас поцеловал. И вот, вы не успели, там, не отброситься от него, ничего, он вас поцеловал, все, как бы, вы не виноваты, вы не хотели этого. Он вас поцеловал, как бы, против вашей волны. И вы испытываете очень большое чувство вины за это, теперь, перед, перед своим мужчиной. И хотите, чтобы он об этом знал, что вы чувствуете вину за то, что произошло. Вы хотите ему об этом рассказать, потому что вас это гложет, по-моему, стыдно и больно, что вы не смогли, не успели отдалиться. Вот, но мужчина вас поцеловал. Вот, понимаете, если вы обязательно хотите, если вы хотите прямо рассказать своему парню то, что вот вас там поцеловал другой мужчина, если вы хотите это сделать, сделайте, но переверьте все, как бы, перенесите ответственность за это себя на парню. Вы даже в тексте нам пишете, что это он вас поцеловал, это не вы его поцеловали, это он вас поцеловал. Ну, так вот, если это он вас поцеловал, значит, ваши вины-то в этом, получается, нет, значит, вы-то не виноваты в том, что он вас поцеловал. И чего же тогда вы переживаете так сильно? А почему вы переживаете так сильно? Вот на эту тему я и рекомендую вам подумать. То есть, если хотите, обязательно рассказать, расскажите, но преподнесите все так, что это виноват совсем не вы, а вообще-то виноват этот парень, который вот такой наглец взял вас и, значит, поцеловал. Вот и все. Если вы хотите рассказать ему, обязательно расскажите, ну, что ж поделать. Если хотите рассказать, расскажите. Вас никто не сможет отговорить от этого. Но рассказывать правду нужно тоже грамотно. Иногда, иногда, как бы, вот иногда бывают такие ситуации, что, как бы, лучше сказать, ну, знаете, так, полуправду, да, лучше сказать иногда полуправду, чем правду, как бы, полноценную. Потому что положение, правда, будет довольно-таки неприятным для мужчины и его ранит, а вы же вроде как не хотите, да, чтобы его это ранило. И, соответственно, именно самое, что вы не хотите этого, а вы мучаетесь с чувством вины и, собственно, по этой причине, по причине того, что вы мучаетесь с чувством вины, и, значит, можно сказать, что вы любите своего мужчину, ну, да, вы ошиблись, может быть, немного, но, что поделать, ошибаются все, и это совершенно нормально. То есть, в этом нет ничего такого вот, там, ужасного, твои ошибки, нужно просто понимать, больше их не прощать и так далее. Вот. Значит, скажите мужчине, но перенесите на него, на того парня, который вас послал, полную ответственность за то, что с вами произошло, и тогда, я думаю, конфликт будет исчерпан, и вам будет спокойно. Но при этом постарайтесь все-таки помнить о том, что заставило вас позволить, ну, мужчине вас послаловать. Это все-таки очень-очень важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам, нет ли какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.